Всем привет! Сегодня мы едем в Эмират Абу-Даби и хотим посетить мангровые леса. Что из этого получится, смотрите в этом влоге. Если вы прилетели и остановились в самом Эмирате Абу-Даби, по времени дорога на машине до мангрового леса займет минут 10-15, а от Дубая от часа 30 до часа 40. Арабские Эмираты, конечно, не перестают удивлять, как они все преображают вокруг. Недавно мы, кстати, побывали в Эмирате Рассальхайма, где прошли несколько горных маршрутов и поднялись на самую высокую точку в Эмиратах Джабель-Джейс. Если вы еще не видели этот выпуск, то настоятельно рекомендуем его посмотреть. Но сегодня наша история ведет нас в другой Эмират, в Эмират Абу-Даби, где мы собираемся погрузиться в природу и исследовать уникальный мангровый лес этого региона. Что, мы приехали в парк, называется Джабель-Мангров парк. Но непонятно пока, это прогулочная зона или для каякингов, потому что в интернете Андрей видит каякинги, но просто в интернете было две локации, где прогулочная зона и где каякинг. Как оказалось, именно в этой локации, куда мы приехали, сказали, что в парке нет воды, здесь невозможно погулять, здесь невозможно покататься. От прилива и отлива зависит оживленность в парке и сейчас отлив. Сейчас нет воды, ни каяков нет, ни воды, где эти деревья растут. Соответственно, можно погулять, но он говорит, что выглядит немножко печально. Поэтому, говорит, лучше едьте в восточную часть, там воды больше, там можно покататься на каяке. Вот куда еще и поедем. То есть, перекусить надо. Да, сейчас мы перекусим. То есть, если вы приезжаете вот в этот Джабал парк, лучше заранее позвонить и узнать, есть ли вода или нет. А, или вот на сайте. Сейчас, в общем, поедем в другое место, потому что уж очень настроились мы покататься. А сейчас покажу, как выглядит немножко этот парк со стороны. То есть, вот выходишь со стороны рецепшена, и где кофейня. И вот здесь, везде, везде. Да, должна быть вода голубого цвета. Сейчас мы на коптере покажем, как здесь было полгода назад, когда была вода. Здесь есть вариант вон с левой части покататься на каяках, а вот эту вот часть они сделали длинную-длинную парковую дорожку, и ты гуляешь над водой и над мангровым лесом. Но все равно люди, вон я вижу, гуляют, несмотря на то, что нет воды. Но уж нам очень хочется именно увидеть с водой всю эту красоту. Кстати, вот прайс. С 7 утра до 9 вечера работает. Просто прогулка 15 с дирхам. Прогулка с сопровождением, с рейджем 50. А каяки отдельно оплачивают. Каяки, по-моему, 70-80 с дирхам стоят. Ну, тут есть вариант подняться на бесплатную смотровую площадку и поглядеть, как сейчас сверху выглядит без воды парк. Кусочек водички есть небольшой. Ну, он такой подтопленный, болото есть, ну да. Прикольно плавать. И вон он на тропинке. Да, можно с детьми, я вижу, вон с колясками даже передвигаются. Но если была бы вода, конечно, было бы очень красиво и необычно для этого места, вообще для Эмират. Мы немного расстроились и уже даже собрались уезжать из-за Будаби. Но спасибо сотрудникам этого парка, которые нам подсказали другую локацию, где можно все-таки поплавать. Это лодочная станция при отеле. Координаты оставим в описании под видео. О, я уже вижу воду, и здесь ее прям очень-очень много по сравнению с той лужицей, которая была в парке. Вот так выглядит лодочная станция. Позади комплекс, где есть кафешки, апартаменты. Можно пообедать. Сейчас я спущусь к Андрею, узнаю, сколько это стоит. Так, мы берем дабл каяк. Есть скидом, есть групповые, есть сап. Как бы все эти лодки. На сапах мы часто катаемся, поэтому решили на каяке. И такой каяк на двоих 100 дирхам. Но здесь, конечно, вообще просто другое дело. Красота. Ну все, мы на нашем судне. Такой каяк стоил нам 100 дирхам, 2 часа. Мы только выехали, выплыли точнее. Сейчас будем изучать, какая тут есть территория. Тут прям такая достаточно хорошая карта, есть где поплавать. Птицы всякие летают необычные. Попробуем их тоже поснимать. Крокодилов тут нет. КОНЕЦ Во время прогулки мы встретили крабов и черепах, которые находились на расстоянии вытянутой руки. Также нам удалось увидеть разнообразных и красивых птиц. Вообще говорят, что их тут около 60 видов. 10-15 мы точно смогли рассмотреть. А черные цапли запомнились нам больше всего. Еще говорили, что тут будут фламинго. Но мы их так и не увидели. Надеюсь, вам повезет. Хочу отметить, сегодня суббота, середина дня. И вот мы плывем и практически не встречаем людей. Это очень радует. Мы, конечно, любим людей. Но когда ты попадаешь в какую-то достопримечательность популярную, ты ожидаешь все равно поток туристов и местных, и тем более выходной день. А здесь такое уединение. Это очень классно. Не везде можно проплыть. То есть вот здесь вот, в ложбинке, можно сесть на мель. Поэтому мы очень аккуратненько идем. Причем можно плывешь-плывешь, сначала, кажется, хватает. А потом сел, потому что вода уходит. Но в таких местах, конечно, самые красивые виды здесь так уединенно. И ты в таких зарослях находишься, которые тебя прям обнимают. Большим бонусом является, что с воды виден город. И панорама открывается действительно очень красивая. Вода, мангровые заросли, а вдали видны высокие башни Абу-Даби. Как вам такой вид? Кстати, кто тут уже был? Поделитесь впечатлениями от посещения. Еще один классный бонус, что во время сплава вы также можете выйти на пляж, искупаться и устроить себе пикник. Я, кстати, хочу одну рекомендацию сказать. Если вы сюда поедете, обязательно возьмите какие-нибудь напитки и еду. Потому что мы не знали, что можно вот так вот выйти на пляж. Но мне кажется, идеально. Будешь вот лодку бросить. И здесь пледик расстелить и устроить романтик. Если бы у нас была такая возможность, мы бы сделали. А у вас она такая есть, потому что мы вам в этом подсказали. Ну, посмотрите, с каким видом. Вода чистейшая, можно искупаться. Если вы любите природу и проводить время на свежем воздухе, уже насытились городскими пейзажами Дубая и Абу-Даби, то это приключение станет для вас настоящим открытием, где можно приятно провести время недалеко от городской суеты. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Покатались мы, и если пойти в левую часть от каяков, где мы брали в аренду, здесь еще есть вот такая набережная, различные кафешки, рестораны тут, отельчик, и можно погулять. На этом наш мини-влог подходит к концу. Надеемся, было интересно и полезно. Желаем вам прекрасных путешествий. Если не подписаны, подписывайтесь. Будем радовать вас новыми видео и историями. До встречи, ребята! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok